всем привет вы на канале крылья нью-джерси с вами дмитрий геллер создатель канала этот ролик этот тип эту тематическую передачку я посвящаю медикаментам по просьбам подписчиков и гостей канала неоднократным просьбам я сейчас освещу мою аптечку вот чем я пользуюсь чем лечу голубей чем предотвращаю заболевания номер один препарат в моей аптечке годами извиняюсь это 10-процентный омоксиселин я применяю его очень много лет амоксиселин помогает от респираторных заболеваний от паратифа и от коксидозе я думаю что там список гораздо больше он просто не указан как применяю амоксиселин я для того чтобы как профилактику до воду на галлон воды там есть мерничек вот такой вот этот мерничек чайная ложка на галлон воды если я вижу что голубь плохо себя чувствует закуксился как я это говорю то я делаю на вот такую вот баночку а здесь 25 граммов воды всего я растворяю ну я думаю что примерно что-то около почти без шуток но может быть чуть чуть меньше четверти чайной ложки то есть доза огромадная прямо на вот этом вот контейнере в описании в указании вот здесь вот написано что двойная доза безопасно вот это меня в общем-то и и и побудила сделать этот эксперимент я один раз попробовал сказал или так или пан или пропал и голубю которому совсем уже было плохо я растворил огромную вот такую вот дозу вот в такой вот маленькой баночки и дорогие друзья пользуюсь вот таким вот шприцом с мягким концом без иглы набираю полный шприц и вливаю прямо в горлышко потому что если это выливать в поилку вы никогда не знаете больной голубь он хочет пить не хочет пить я даже это делаю голубям у которых у меня вот намек только намек на то что ой-ой-ой что-то вот сейчас будет происходить уже делаю вот например а да кстати а вы помните я это делал где-то с неделю назад по просьбе подписчика я показывал это я делал иранки голубки вот у меня есть я делаю один проект о котором я пока не рассказываю позже расскажу интересно будет и в этом проекте участвуют иранские голуби так вот она что-то закуксилась нахмурилась стала вес терять я вам ее сейчас покажу я влил в нее три дня подряд по вот такому вот шприцу это было неделю назад вот она одну секунду вот она красавица абсолютно здоровая абсолютно гладкая чистенькая ухоженная попку показал чистая попка вот даже остаточки но видно немножко да что голубь себя плохо чувствовал а сейчас посмотрите ну пушка бомба ракета и уже с яйцом между прочим то что мне нужно минуточку сейчас верну ее на место то есть способ проверены и у меня отлично для меня он работает вам рекомендую вот малыш проект на малыш какой породы не скажу вот пачкается сразу видно не дела идут нехорошо что-то в него попало сейчас мы ему это дело устроим маленький мой кусик я всех маленьких кусиками называю раз что-то вы теряете что-то попадает но в львиная доза попадает него вот давайте за ним последим я вам покажу его через пару дней какой он будет а будет с ним все в порядке так самоксиселином мы разобрались дозы чем мы разобрались с дозами как я это делаю тоже разобрались идем дальше что тут шаг за шагом ага следующее на дачке дать нифига уже не вижу старо столовую 3-го топорим вот такое вот лекарство ну это уже ребята не дай бог вам применять это уже когда завели поехали когда не дай бог понеслось по всему питомнику это тоже это это уже это мощнее это от и коле это от коксидозис это по моему даже от паратифа тоже пользоваться этим надо применять где-то около месяца чтобы чтобы вывести заболевание global pigeon supply это значит я не знаю где вам приобретать такие вещи в ваших управах ваших регионах но смотрите название смотрите название может быть вы сможете найти что-то подобное или то же самое но только другие производители это сделано в бельгии это очень мощно это ну бывало приходилось дальше следующим номером наши увеселительные программы это глистогонная оба ворм делаю два раза в год перед линьками 100 граммов корма замешиваю это не в воду и и кормлю голубей и через две недели повторяю потом смотрю что на полу кто глистат и кто не глистат и после этого обязательно после всего в принципе даю пробиотик полезную бактерию потому что когда мы даем препараты когда мы даем какие-либо лекарства мы убиваем плохую бактерию естественно мы тут же убиваем хорошую в огромном количестве и дабы вернуть хорошую бактерию даю пробиотик этом в воду добавляется воду вот такое вот все это сыпучее я вообще больше сыпучие материалы в воду предпочитаю чем таблетки я таблетками ну вообще не пользуюсь не пользуюсь пользуюсь растворами я считаю что они более эффективны так идем дальше дальше у нас вот такое вот средство что я только не перепробовал от блок и остановился на вот этом это вот просто тоже бомба пушка ракета как работает что делаем значит беру где-то в районе литра наливаю в пульверизатор потом чашечка вот этой штучки прямо вот сюда вот не ту чашечку открыл извините извините это для больших использований крупных масштабах вот значит пробочку вот такую да вот сюда вот размешиваю с пошла реакция смотри дорогие друзья пошла мы сегодня с вами алхимики размешиваю водички сейчас пусть постоит секундочку можно в купалке еще раз показываю средства воняет керосином такой запах можно в купалке я предпочитаю не ленюсь и предпочитаю вот индивидуально у меня голубей немного 50 ну максимум 60 это включая молодых всегда поголовье не сильно большое я не ленюсь я вот прямо индивидуально каждого голубя опрыскиваю igneем как я это делаю сейчас покажу секунду вот так вот взял за крылышки головочку прикрыл и вот так вот подкрыли под животик попу вот сюда сверху на гузочку опять подкрыли вот так вот на грудку вот такой душик ему дал вот он у меня мокренький выпустил два дня аки не было никаких вшей ну и так как я это делаю не часто, ну может быть два раза в год максимум три раза в год у меня вопрос с пухопероедами фактически не стоит, так чтобы вы поняли ребят, я там прошел такую большую школу тут в Америке с голубями в смысле того, что я выставлялся я 32 выставки только выиграл а скольких я участвовал, я даже много лет с 98 года под 2000 ну я думаю восьмой или десятый я выставлялся регулярно и там надо птицу готовить не шутки там дырочки от пухопероеда вперед все, ты слетел представляете, вот у вас голубь шел шел на чемпиона а чемпион бывает только один ребят только один бывает чемпион только раз бывает в жизни знаете и все было хорошо и ты видишь, что вот вот его перемещают из клетки в клетку вот судья уже на него как бы, да обращает внимание и все идет хорошо и вдруг его снимают с дистанции и объявляют о том, что у него пинхоллс так называемый по-английски то есть проедено пухопероедом поэтому я вот годами я привык держать птицу в хорошем состоянии не просто не просто в состоянии здоровом чистом а вот именно в шоу кондишен вот в таком вот состоянии ну я уже не выставляюсь много лет но привычки остались привычками и это только плюс моим голубям чего я вам советую ну так по-моему всю аптечку мы осветили давайте а нет, нет, нет не всю вот у меня еще вот такие витаминки электролайц витаминки электролайц вот такие вот как часто тоже в воду как часто зимой чаще зимой наверное два раза в месяц на сутки развожу с водой там по пропорции а пропорция это чайная ложка почти все лекарства сделаны в Америке чайная ложка на галлон воды что такое галлон воды почти два литра по-моему ну поправьте если я напиши напишите мне я что тут привыкший адаптированный я 30 лет в Америке живу я уже литры в сантиметры плохо перевожу в галлоны вот такое дело посмотрите пошел дождь а я вот тут спрятался возле питомничка у меня здесь шелковица над моей головой ну фактически создает крышу вообще я собрался порыбачить поехать видите весь оделся модно орвис вот такое вот перемотал удилище но это совсем другая история так что дальше что дальше практически мы прошли по всей моей аптечке что осталось ага осталось вот что помните на днях ракун поймал молодого возле ракун это енот возле будки вот здесь вот печальное такое видео я выставлял ну вот чем я пользуюсь обрызгиваю все вокруг знаете работает он больше не приходил как знаю что не приходил обычно они приходят они обязательно оставляют пекали обязательно метят они это или метят я не знаю но вот когда из прошлого опыта я знаю что ракун когда приходит обязательно где-то нагадит нет съел тогда молодого который зазевался остался на ночь я все обработал не появляется и вот такой вот хлорок хлорочка так как при чистке чищу выгоняю голубей вольер или на улицу и вот такие подтаенные местечки гнездовые ящики уголки я обязательно хлорочкой опрыскиваю легеньким таким растворчиком простите и даю высохнуть после этого возвращаю голубей на место ну вот и все закончилась моя аптечка всем привет всем пока вы на канале крылья нью джерзи подписывайтесь на канал ставьте лайки ну не забывайте ставить лайки пожалуйста и распространите это видео по миру потому что мир должен посмотреть на это все вот этими своими глазами будут вопросы по поводу лекарств любые вопросы по поводу тех лекарств которые применяю я о которых знаю пожалуйста пишите в комментариях задавайте вопросы надо будет сделаем еще один ролик кто-то не посмотрел еще один ролик нет проблем оставайтесь с нами до скорых встреч вот перышко на меня попало это удачи